Тысячи пассажиров ждали этого больше месяца. Из Иркутска возобновились регулярные рейсы в Узбекистан. Екатерина Бурван узнала, когда первый вылет в Фергану. Прямой рейс Иркутск-Ташкент отсутствует больше месяца. Росавиация запретила авиакомпании Якутия международные перевозки. Юсуп Кулматов глава местной диаспоры. Говорит, в Прибайкалье живет 3000 уроженцев Узбекистана. Еще 1000 учатся в местных вузах. А скорый сезон у трудовых мигрантов. В область приедет от 15 до 25 тысяч человек. Было много обращений с детьми, кому-то вылететь надо. Были среди них и маломобильные пассажиры. Некоторым пришлось лететь через Москву, через Питер. В тройном размере они покупали билеты. Так авиакомпания Ираэра решила запустить регулярный рейс в Узбекистан. Иркутск-Фергана-Иркутск. Комфортабельный Суперджет-100 будет летать с утра по вторникам. Количество мест – 100. Время в пути – 3,5 часа. Большая часть населения как раз летит с Ферганской долины. И пассажирам там в Узбекистане более удобно добираться в Фергану и лететь дальше на восток, в Сибирь, чем добираться до Ташкента, особенно в зимнее время. Там есть определенные сложности с дорогой. Первый рейс из Иркутска в Фергану отправляется 18 декабря. Кстати, сэкономить легко. Выгоднее приобретать билеты через интернет или в офисе компании. Екатерина Абурван, Роман Васехин, Вести Иркутск.